Всем привет! С вами Евгений Стучалкин, эксперт по автоматизации управления бизнесом. Это третий выпуск программы «Быстрые деньги от аналитики». И сегодня мы разберем весьма простой и в то же время действенный пример по определению приоритетов улучшения вашего отдела продаж и бизнеса в целом. Как понять, что приоритетнее для улучшения? Приоритетнее то, что принесет больше прибыли. Один из аспектов, который вашу прибыль и выручку съедает, это незаключенные сделки. Это проваленные сделки для ваших клиентов. Естественно, сделки не проваливаются сами по себе, это всегда происходит по какой-то причине. Поэтому вам нужно завести у себя в CRM-системе специальное поле, в котором будут стандартные значения с причинами отказа, из-за которых у вас не получается договориться с клиентами. Менеджеры в конце завершения сделки, когда они не успешно завершают сделку, должны это поле обязательно заполнять. И вы сможете себе построить такой отчет, в котором будет понятно, на сколько упущенного бюджета приходит, на какую причину отказа. И, например, в этой таблице понятно, что причина отказа дорога, то есть целесообразно менеджеров улучшать обработку вот этого возражения. Работа с возвратами, да, целесообразно сфокусироваться на уменьшении их количества. Например, и делать это нужно в первую очередь, в отличие, например, от причины отказа вовремя не доставили. То есть хоть это и 200 потерянных тысяч было, все равно по сравнению с 2,5 и 2 миллионами упущенными разница очевидна. Поэтому данный отчет вам позволяет совершенно трезво увидеть то, что съедает деньги у вас в первую очередь. Ну или вот там, например, техническая причина – недозвон. То есть запросто может быть ситуация, что у вас там на сайте номера собираются без проверки на правильность ввода, и поэтому люди могут вам ошибочно номера свои писать. То есть дальше уже идет раскопка причин, как уменьшить долю конкретного этого отказа. Естественно, копая более глубоко, мы можем понять, у какого менеджера у всех ли это равномерный показатель идет, либо же это у какого-то конкретного менеджера, он выбивается вперед, и нужно с ним индивидуально работать. В любом случае, это отличная отправная точка для того, чтобы понять, какие действия, действия в каких направлениях принесут вам наибольшую отдачу в виде выручки. Большое спасибо за внимание и успехов вам в бизнесе!